Да, уже слишком поздно, я знаю. Всем привет! И вышел геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 И, честно говоря, у меня такое чувство, будто произошло что-то, чему вообще не суждено было случиться. Ибо Григорович по всем признакам, кроме лишнего веса, косплеил Габена с его мифической третьей халвой. Однако, всё же передумал и решил, что S.T.A.L.K.E.R.у быть. Хотя, Half-Life Alyx вышла, но я не знаю, насколько это считается. Анонсировав его посреди ночи у себя в Фейсбуке, кто вообще сидит в Фейсбуке? Но, так или иначе, сегодня у нас геймплейный трейлер второго ждалкера, и я буду его разбирать. Зачем? Да хуй его знает, чтобы похайпить, да? Спустя сколько? Пару месяцев? С вами Даблган, присаживайтесь, мы начинаем. Три сиськи? Две пушки! Итак, прям фанатом сталкера меня сложно назвать, однако я не без интереса жду эту игру. И то, что я увидел, по большей части радует. Ну, давайте по порядку. Естественно, самое вкусное, это что логично показанный визуал. Сразу встает вопрос, а случаем не пререндер или CGI нам втюхивают. И знаете, все возможно, вот только не так давно нам демонстрировали на стриме созданные модели, которые, ну, впечатляли своей проработкой детализации. И выглядят весьма похоже на то, что мы видим в трейлере. Тем более, если также взять во внимание мелкие, едва заметные косячки, то сомнение, что это все великолепие на движке игры становится минимум. И в таком случае это вполне себе заявочка на Next Gen. Очень приятное освещение, очень высокая геометрия моделей, а волосы, так это ж вообще красота. Если кто не в курсе, игра разрабатывается на Unreal Engine, что означает, прощай, X-Ray, кривой и забагованный, но такой родной с этими фототекстурками и лучами, из-за которых даже какой-нибудь 1080 может на сраку присесть. Конечно, также есть вероятность даунгрейда, как это происходит с вашим интеллектом, когда вы смотрите видео VGC про то, что 30 FPS могут быть лучше 60. Но даже в самом худшем случае мы все равно получим весьма графонистую игру, так как она не будет выходить на Xbox One и PS4. А, она вообще ни на какую PlayStation не уйдет. Ну, тогда игра по-любому будет говном, правильно? И вообще, есть же God of War. Ладно, пошутили и хватит. Насчет анимации сложно сказать. Вроде анимации, как анимации, даже не сказать, что выдающиеся. Но, с другой стороны, делено внимание некоторым мелочам. Вот тут, например, досочка прогибается, когда мужик на нее наступает. Круто. Липсинг? Ну, вроде норм. Хотя местами все-таки есть ощущение, что это как будто дубляж, но очевидно, что русская озвучка оригинальная. Ибо что на канале разработчиков, что на канале Xbox, озвучка в трейлере русская. Это прям неожиданно. С визуалом в целом все понятно. Выглядит щикарно. Че там по самому трейлеру? Все оформлено в виде разговора сталкеров у костра с фрагментами, произошедших с главным героем событий. И, судя по субтитрам, мы будем играть за героя по прозвищу Скиф. Скифы это древний кочевой и раноязычный народ, существовавший в 8 веке... Стоп, подождите, нахуя это вообще рассказывают? И, вообще-то, уже был трейлер с названием Скиф. Да. В целом, разговор весьма графоманский и растянутый, и даже чуть-чуть кринжовый местами. Вот, я не знаток вообще сталкера, его лора, прочих нюансов, но... Тем не менее, вряд ли там есть что-то важное и узнаваемое. Гораздо интереснее типа геймплей. Многие уже успели раскритиковать стрельбу, назвав ее деревянной. Ну, судить по заготовленному отрезку для трейлера, это, конечно, очень много ума надо. Я бы порекомендовал для начала выхода игры дождаться. Хотя, в целом, это весьма похоже на реальный геймплей. С геймпада. Это уже много о чем говорит. Так что, нечего раньше времени распускать, нюни, девочки! Смирно! Болты в наличии. Спасибо за еще один день без оторванных ног. Вот и гаусс-пушка, которая, скорее, похожа на ствол Рейдена. Если что, настоящая гаусс-пушка стреляет без каких-либо спецэффектов. Но это же скучно, не так ли? Далее, что еще интересного? Вот эта тварь уводит парней. Так, это кто написал? Старый добрый кровосись, Который может до высрачки напугать. Но это все такое. Думаю, больше всего людей заинтересовала вот эта сцена. Зона дала мне жизнь. Новую жизнь. Жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется. Мужика явно не все вальты в колоде. А еще он, судя по всему, из долга. Это прям отличный повод всем конспирологам Нагородить своих теорий о том, кто это такой. И почему он так хочет спасти зону. И сколько же все-таки двойников упущен. Я этим заниматься не буду. Я слишком деловой человек, И времени на это у меня нет. Совершенно очевидно, что он будет одной из важных фигур в сюжете. И то, что ему немного снесло башню. Видите, дети, к чему приводят употребление снюса. Ну, что мы, собственно, имеем в итоге. Немного странный диалог. Или я бы даже сказал полилог. Странный тип с роскошной шевелюрой, Как будто только что помыл ее head and shoulders. Объект Чернобыль 2 с его антенной ZGRLS типа дуга. Сука, сложно! Конечно же, шикарный графончик, который потянет. Ну, собственно, системные требования давно уже известны. И да, требования не слабые, скажу я вам. Но учитывая, как игра выглядит, И то, что это полностью некстгеновый проект, То ничего удивительного. Да, обладателям последних RX-ов 20-й и 30-й серии гей-форса Или хотя бы топов 2016-го года Беспокоиться особо не о чем. Остальным, конечно, заболезную. Да похуй, на самом деле. Главное, что у меня потянет нормально. Так это надо вырезать. Что же касается вопросов платформ. На самом деле, вполне вероятно, Что Stalker 2 выйдет на PS5. Потому что, по некоторой информации, Эксклюзивное соглашение длится 3 месяца. А что будет потом, ну, будет видно. В общем, игра выйдет на PlayStation, Но с приличным опозданием. Как это, например, должно произойти с Demon's Souls. Сука, где Demon's Souls? Но вот бесит лицемерие упоротых фанбоев. Их, конечно, не так много, По сравнению с адекватными пользователями. Но кричат громче всех. Игра не выйдет на самую элитную платформу. А, ну так оказывается, она никому не нужна. Это всего лишь Stalker. Да. У нас вот там Год оф Вар. Вот. Что ж, ждем новых новостей. И, конечно же, выхода самой игры. Все это весьма, весьма интересно. С вами был Double G. Мои яйца, палежи. Ставьте Ламберта, Оформляйте подписом. И в колокольчик, конечно, дзинь. Всем пиз. Дец